Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс и оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. Ранее, друзья, я обращался уже к вам, мне очень интересно ваше мнение касательно того, что может произойти дальше с, наверное, самым хайповым инструментом последних недель, это биткоином. Как вы считаете, увидим ли мы 50 тысяч за одну единицу? Если да, то как скоро и быстро это произойдет? Ну что ж, сегодня у меня, как и все предыдущие дни за последние две недели, очень хорошие новости. Наверное, они другими не могут быть, когда мы наблюдаем за теми тенденциями и трендами, которые ранее были верно спрогнозированы. В частности, мы работаем, как и раньше, с слабой американской валютой. Индекс доллара 9029. Друзья, я уверен, что через неделю значения будут еще ниже. И чем быстрее все-таки завершится вот эта эпопея, которая связана с новыми мерами экономического стимулирования США, чем быстрее Конгресса и республиканцы, и демократы придут к консенсусу, скажем так, к общему знаменателю по поводу того, сколько можно сейчас выделить экономике средства, тем быстрее пойдет поддержка 90 пунктов, и тем быстрее мы окажемся, друзья, на следующем этапе забега по вот этому нисходящему ралли. Может быть, даже целевыми ориентирами не только на минимумах за последние несколько лет, а может быть, даже и будем говорить о потенциальном обновлении исторических рекордных минимальных значений. Ну, настолько вперед давайте пока смотреть не будем. Самое главное, чтобы сейчас инициатива оставалась за продавцами, и они смогли найти достаточно сил, чтобы пала вот поддержка 90 пунктов. Хорошая новость заключается в том, что сенат США в субботу оправдал Трампа в рамках второй процедуры голосования по импичменту. Напомню, что вообще вся вот эта политическая катавасия была странной, потому что речь идет об импичменте в отношении человека, который уже сложил себя президентские полномочия. Но я ранее комментировал, что здесь уже чисто политическая игра, и демократы прежде всего добивались того, чтобы поставить крест на репутации Трампа как политика и, разумеется, не дать ему возможности больше баллотироваться на пост президента США. Так вот, сенат, в принципе, что и следовало ожидать, поскольку все-таки представлено республиканцами, они выполняли функцию своего рода присяжных, обвинители были демократы. Приняли решение, что нету объективных оснований о вынесении вердикта об импичменте. Это значит, друзья, то, что мы автоматом вот на этой неделе, вот с текущей торговой сессии, можем убрать уже далеко назад фактор политической неопределенности, хотя, наверное, это громко сказано, но все-таки стоит, наверное, отметить то, что мы действительно последние дни очень много времени и внимания уделяли именно факту именно вот этого голосования. Сейчас все это уже в прошлом, и, значит, мы можем сфокусироваться на следующем важном политическом событии, которое будет связано как раз с голосованием по поводу мер экономического стимулирования. Я думаю, то, что решение будет принято до конца этого месяца, и американская экономика получит от полутора до 2 триллионов долларов. И очень рассчитываю на то, что Байден все-таки выполнит свое предвыборное обещание, поможет экономике, которой реально сейчас нужна помощь. Вы помните последние отчеты, мы детально говорили о разных секторах, в частности, в пятницу еще и индекс доверия потребителей Мичиганского университета тоже. Снижение 76,279 пунктов. Впереди на этой неделе роничные продажи и протоколы. Поскольку мы протоколы ФРС знаем уже, в принципе, позицию американского регулятора, то можем рассчитывать на то, что протоколы станут еще одним катализатором дополнительной волны распродаж американского доллара. Потому что 100% из этих протоколов мы снова поймем, что американский регулятор привержен сверхмягкой монетарной политики не собирается менять и корректировать текущий объем программы конечного смягчения и не вносить каких-либо изменений в текущую расстановку по уровню процентных ставок. Поэтому после роничных продаж, которые также выйдут в среду, после протоколов, я думаю, друзья, мы получим возможность действительно предпринять попытку пробить поддержку в 90 пунктов. Я рекомендую вам все-таки еще раз взглянуть на перспективу доллара. И если вы согласны с моей позицией, давайте вместе наваливаться на этот инструмент и добиваться того, что нам нужно. Потому что при снижении курса американского доллара мы сможем параллельно заработать и на динамике рисковых инструментов, которые мы продолжаем покупать. Евро против доллара 1.21.37. И что-то подсказывает мне, друзья, что уже в ближайшие несколько дней мы увидим эту пару выше отметки 1.22. Фунт против доллара. Впереди планеты всей 1.39. До цели 1.40 совсем рукой по дате. Отчеты по темпам экономического роста по промышленному производству в пятницу, как я и отмечал. Хорошие цифры. Ну, более-менее хорошие цифры. И, соответственно, снижение вероятности того, что Банк Англии будет вынужден пойти на дополнительные меры экономического стимулирования. Плюс ко всему, фунт еще растет на крайне эффективной кампании по вакцинации. Почти 30% населения вакцинированы. И, соответственно, есть уже ожидание того, что эта кампания позволит Англии, чуть ли не первой из развитых стран, начать окончательно отказываться от ограничений и локдаунов. Это потенциально, конечно же, создаст очень хорошие условия для такого опережающего роста, в котором нуждается, пожалуй, каждый регион Земли. Поэтому по британцу смело ставим на 1.40. Вот доберемся до этой психологической планки, там посмотрим. Но ранее сворачивать с этой траектории роста я не рекомендую. Нефть 63-61. Конечно же, жалко смотреть на рост актива. Тем более, когда в этой сделке не участвуешь. Но, друзья, ничего страшного. Мы с вами ориентировались на 60. Мы сделали эту цель. Всех денег не заработаешь. Просто подумайте о том, что если бы реализовался сценарий мощной коррекции, который был более чем возможен. Мы продолжим искать точки входа для рынка нефти, особенно сейчас, когда он ранее был перекуплен. Сейчас это состояние перекупленности даже не знаю, как оценить. Биткоин 46 822 доллара. Я вне сделок по рынку криптовалют, хотя считаю, что 50 тысяч мы можем достичь. Но я стараюсь принимать решение о конкретной торговой активности в соответствии с показателями индикатора CryptoFear and Grid. И вот сейчас, по данным этого индикатора, я предпочитаю оставаться вне сделок, искать точки входа при более глубокой коррекции биткоина. Пока коррекции нет. СНП, друзья, 3945 пунктов. 50 пунктов до нашей супер-мега-крутой долгосрочной цели. И, как я уже отметил, все условия для того, чтобы мы добрались до этого целевого ориентира, уже созданы на рынке. Поэтому я ставлю цель 4000 пунктов даже в рамках текущей недели. Золото 1822. Здесь движения пойдут восходящие, но только после того, как будет принято решение по новым стимулам. Потому что золото хочет отработать риски инфляции. Пока что эти риски для многих кажутся не такими уж и очевидными. Видимо, когда все-таки на балансе появятся цифры, где будет очень много нулей в плане денежной массы, риск инфляционного давления станет более очевидным. Осталось только дождаться. На этом, собственно, все. Хорошей торговой недели, друзья. Всем пока.